Добрый день, друзья! Сегодня мы узнаем, как употреблять яйцо с лимоном при сахарном диабете. Сахарный диабет – это довольно распространенная в наши дни эндокринная патология. Ее причиной является абсолютный или относительный недостаток инсулина, продуцируемого поджелудочной железой. При этом заболевание нарушается метаболизм углеводов. Мы расскажем вам о народных средствах, помогающих нормализовать уровень глюкозы в крови. Для их приготовления понадобятся самые простые и недорогие ингредиенты. Полезные свойства лимона. Данный плод характеризуется низким гликемическим индексом, то есть лимон обладает способностью понижать уровень глюкозы в крови. Чтобы достичь данного эффекта, необходимо потреблять только свежие цитрусовые или их сок. В лимоне присутствует довольно большое количество растворимой клетчатки, которая приводит в норму уровень глюкозы и предупреждает развитие гипертонии, снижая концентрацию холестерина в крови. Этот плод содержит мало калорий. Его энергетическая ценность составляет всего 16 килокалорий на 100 грамм. Лимон содержит много органических кислот, витаминов А, В1, В2, С, Д и П, а также микроэлементов и прочих биологически активных соединений, необходимых для нормального функционирования органов и систем. Полезные свойства яиц. Диабетикам настоятельно рекомендуется включить в рацион питания куриные яйца в смятку или в виде омлета, приготовленного на пару. Дневная норма для больных диабетом 1-1,5 штуки. Куриные яйца можно заменить перепелиными. Они содержат целый комплекс витаминов, железа, калий, кальций и многие другие необходимые организму макро- и микроэлементы. Суточная норма перепелиных яиц для диабетиков составляет 6 штук. Их ежедневное потребление в пищу позволяет снизить уровень глюкозы на 2 единицы. Народные средства на основе лимона и яиц. Дормализации уровня глюкозы способствует очень простое средство, для приготовления которого вам понадобится только цедра двух лимонов и два стакана кипятка. Залейте кожуру с кипяченой водой и настаивайте в хорошо укутанной полотенцем кастрюле в течение двух часов. Настой рекомендуется пить по полстакана 2-3 раза в сутки. При диабете рекомендуется принимать препарат, для приготовления которого нужно одно куриное яйцо или 5 перепелиных и 50 мл сока лимона. Ингредиенты нужно тщательно перемешать для получения максимально однородной консистенции. Данный объем – это разовая доза, которую рекомендуется принимать один раз в день за полчаса до еды. Курсовое лечение этим народным средством рекомендуется продолжать в течение месяца, строго придерживаясь следующей схемы. Три дня приема, три дня перерыв и так далее. Людям, страдающим гипероцидным гастритом, лимонный сок целесообразно заменить соком земляной груши – топинамбура. Помните, что прием народных средств при сахарном диабете не является заменой лечению, назначенному специалистам-эндокринологам. Надеюсь, вам был полезен этот выпуск. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова